Музыка Ребята, к нам приехали ребята, так что мы с ребятами сидим здесь, а вы, ребята, смотрите там. Мы все присутствуем при, может быть, дебюте новой истории, которая отныне будет периодически случаться в наших путешествиях. Мы будем приглашать милых людей вместе с нами, принять участие в наших трапезах, тусовках и съемках. Вот сейчас, вы видите, первые секунды нашего общения, полет проходит нормально, драки никакой нету, все очень симпатично. Мы даже еще не знакомы с теми людьми, которые сидят за этим столом, но, надеюсь, завтра к вечеру, когда мы все будем, уже не сможем сказать кыш, мы все будем про все друг про друга знать. А пока, ребята, я очень рад, что вы сюда приехали. Ура, 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 ура. Это первый опыт за знакомство, со свиданецом и лиха беда начала. Сань, давай. Добрый. Пока просто проснулись. Мы готовы к тебе. Вечером. Лосиное молоко. Все снял? Ну, только начал. Я тогда, наверное, не поеду, если ты все снял. А, да. Отлично. Что, лося не видел? Ну, куда мы без вас? Заходите. Сегодня вместо меня работают лоси. Мы вас не отпустим. Ну, что ты, куда отстань от меня? Дай поговорить. Уйди отсюда. На. Так. Это нейро. А это кто? Нейро, уйди. А это нейрохирург пришел. Нейро и хирург. Два лося. На самом деле, они хорошие ребята, безобидные, добрые. И с 62-го года здесь, с 63-го года, у меня нейро поправило. Тихо мне на ухо сказал. Ты что говоришь? С 63-го года здесь, на сумароковской лосеферме, ребята, ну что же, под Костромой, ученые пытаются приручить лосей. Представляете, если это удастся история, и лоси будут приручены. Вот вы идете не с баллонкой гулять, а вот с таким лосем идете гулять. И не страшно, он, если что, у кого забодает. И молоко. А молоко лосиное, ты где, Илья? Вон это. Молоко лосиное, это полезнее, чем хреновуха. Оно лечит от всего. От желудочных проблем, от туберкулеза. Причем, действительно, я это, не раз мы здесь были, не раз это все снимали, и это подтверждается действительно объективно. К сожалению, не так много лосей в мире, которые могут вылечить всех от туберкулеза. Это кто сейчас? Это нейра? А? Яжура. Обжора. Ну вот, если получится, если получится приручить побольше лосей, то все вылечатся. А есть люди, которые приходят и лосей убивают, потому что они хотят показать, что они крутые. Они из засады убили лося. Они ни от чего не вылечатся в своей жизни. Они только карму себе нарушат. Вот пришла опять нейра. Ну, в общем, здесь, вот в этой ферме, здесь лоси, это изучение и развлечение, и охрана, все вместе. У меня больше нет морковки. Это морковочки, да. Вы знаете, что в мире всего 8 лосиферм существует. Из них 2 у нас в России и 6 в мире в Канаде, в Германии, в Скандинавии. То есть это достаточно популярная история. А теперь даю эксклюзив. Внимание. Всего на этих 8 лосифермах живет 100 штук лосей. Из них, из этих 100, 50 вы видите. Они 50 лосей живут на сумароковской лосиферме. Меня разрывает от гордости. А вот Илья стоит, ему вообще по барабану. Ему так это все неинтересно. А вам интересно, да? Ну, поэтому он вот и снимает. Детям нельзя кровь. Ну, давайте, хватайте. Это лосиный глинтвейн. В общем, предлагаю. У нас такой замечательный коллектив образовался. Ребята, давайте по 100 грамм за Инстаграм. Давайте. Ну, за здоровье. Занесло Русь-матушку снежком белым. Холодно очень мне. Поэтому быстренько расскажу. Замерзаю я. Сводят челюсти. Это визитная карточка древнейшего русского города Костромы. На берегу речки Костромки, там, где она впадает в Волгу, стоит свято-троицкий и патевский монастырь. Красиво очень. Особенно летом. Потому что и красиво, и солнце светит, и не холодно. Монастырь этот знаменитейший, наверное, может быть, самый знаменитый монастырь в России. Потому что когда-то в 14 веке сюда из Ига бежал Мурза Чет, который хотел принять христианство и принял уже под именем Захарий. Здесь там много легенд, как он здесь исцелился, заложил здесь вот этот монастырь. И от Захария, кстати, пошел род Годуновых. Спустя еще лет 300, а точнее в 1613 году, во времена Смутного Время, сюда пришли... Да, здесь жил маленький отрок маленький, ему было 16 лет, Михаил Романов с мамой. И сюда пришла делегация из Москвы. И здесь знаменитой иконой, Федоровской иконой Богоматери, его здесь благословили на царствование. Вот отсюда зародился и романовский род в Российском царствовании. Благодаря нашим подписчикам, которые приняли участие в Костромском путешествии, мы с тобой, Илья, стали как-то чище и возвышеннее. Мы приобщаемся к каким-то общечеловеческим ценностям, а не только ходим, выпиваем и закусываем. Сейчас мы находимся в колыбели дома Романовых, в Свято-Троицком монастыре, в Ипатевском соборе. Отсюда Романовы начали править нашей страной. А вот это икона Святого Ипатии, к которой приходят паломники и просят этого святого помочь болезненным, близким, родственникам и так далее. Поэтому, пользуясь замечательной этой возможностью, я хочу поставить свечку. Сейчас пожелание здоровья перестало быть банальностью и словосочетанием последние годы. Поэтому я хочу вот эту свечку поставить Святому Ипатию и попросить его дать здоровье всем, не только нашим подписчикам, но всем тем, кто в этом нуждается. Это очень сильная святой, очень сильная энергия от этого исходит. Я надеюсь, что все это передастся всем болезненным, кто в этом нуждается. Субтитры создавал DimaTorzok Всегда, когда я вдаюсь в исторический экскурс, я очень волнуюсь, потому что я боюсь сморозить какую-нибудь хрень. Я путаюсь в этих цифрах, бесконечных именах. Я и сейчас запутаюсь, но сейчас у меня такая замечательная группа поддержки, что они меня простят. И вы, наверное, меня простите, потому что очень нам всем холодно. Я специально здесь собрал группу, чтобы вы видели, что мы не дурачимся. Давайте ближе сплотимся. Мы находимся в музее деревянного зодчества, который открыт в 1962 году. Здесь до хрена построек. Я не могу, 25-50. Они все здесь действительно с 17 по 19 век. Очень классные. Внутрь заходишь, все равно холодно, но красиво. Здесь и церквушки, и дома, и мельницы, и Сашка танцует. И танцуют все, короче. Да, мы советуем вам обязательно посетить этот музей. Лучше летом. Зимой его красиво снимать, а летом хорошо здесь бывать. А сейчас, друзья, не хлопнут ли нам по рюмашке? Это точно. Мы сделали это. Все. Это фишка, которую мы придумали, наша бригада. Когда большой застолье, ты не дотягиваешься, чтобы со всеми чем, с тем, с кем не дотягиваешься, говоришь, вай-фай. Современный тип. Ребята, с вами вай-фай. Наливайте, давайте. Ура! 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 Так, вот это есть щи серые, да? Да, серые щи. Сколько здесь? 10 килограмм. Это на сколько щей? На 6 литров. На 6 литров. Да. Это на 3-х литровую кастрюльку. Здесь половина, здесь 500 грамм. Сколько стоит? 70 рублей. А это? 150. Ну, я килограммовый. А если они замерзнут? Сейчас в машине, если я повезу. Ну, хорошо. Они оттают, все вкуснее будут. Да? Да. Потому что, я не знаю, вы смотрели, это от Сашки, может, вы смотрели, может, вы еще не смотрели, может, он в этот блок и засунет, как Леша готовит из этой хрени, из этой капусты, делает зеленые щи. Да я вас научу. Серые, а? Да я вас научу. Самые легкие. Так, стоп. Рассказывайте. Ближе ко мне подходите, рассказывайте. Мясо закипело? Так. Пеночку сняли. Кладете, значит, на трехлитровую кастрюльку, вот такой контейнер. Так. На шесть вам надо литровый контейнер. Да. Положили, закипело. Куда можно положить и картошку, не надо ее резать, она у вас задубеет. Вот вы ее почистили. Это вы на свекле мне показываете картошку, да? У меня картошки нет. Снимите, пожалуйста, маску, а то мы стесняемся. Да ладно, ну хорошо. Меня заругает. Вот так только могу сделать. Да. Вот вы картошку очистили. Да. Пополам разрезали, туда отпускаете. Закипело, увернули. И варится у вас часа два. Так. Два часа сварилась. Вы сделали морковку, сюда добавлять не надо, морковки много. Лук попассировали, и туда картошечку достали. Оттуда половинку. На тарелочке, вилочке помяли, отпустили. Потому что если вы ее порежете, пошинкуете, она у вас задубить может. Если вы ее вот так вот положите, она у вас, весь вкус останется там. В овощах. Понял. Все? Варится-то быстро. А естся долго. Чем дольше стоят, тем вкуснее. Значит, чем дольше стоят, тем вкуснее. Вот такой афоризм я теперь знаю. Это центральная площадь Костромы. В народе называется сковородка. А построена она по проекту Екатерины Великой. Как большинство построек в России того времени, построены по легендам, которые приписывают Екатерине Великой. Она проезжала как-то через какую-то деревушку на тракте из Петербурга в Москву. Остановилась. А там крутой косогор был. И по нему шел пьяный ямщик. Она сказала поймать его и выдрать Пущи. И город назвали Выдропушск. Еще думали, что ее испугала выдра. Тоже Екатерину Великую несчастную. Однажды она ехала в карете. Зимой такая же погода. И карета остановилась, на что-то наткнулась. Вышла, естественно, Екатерина ногой, сапожком. Снег разгребла. А там череп. Она взяла череп. Смотрите, вот эту ахинею. Взяла череп в руки. И говорит, это же череп овец. Говорит Екатерина. И город так и назвали. Череп овец. Не овцы, она сразу овец. Так вот, когда она приехала в Кострому, она посмотрела на план застройки города. И сказала, фу, какая гадость. И бросила свой веер на стол, на карту. И градостроители поняли, так и надо строить город. И построили его по веерному принципу. Вот эта вся площадь, это веер Екатерины Великий. Начинается с знаменитой колончи, которую Николай I, приехав сюда, увидел. Сказал, такой колончи я никогда в жизни не видел. Единственное, она считается самой красивой пожарной колончи в мире. Представляете себе? Вот там наверху стоял дозорный, который смотрел, где пожар. А внизу ходил козел. Ну, тоже времен Екатерины Великой. И когда начинался пожар, козел так начинал орать, что все говорили, ой, это козел пожарный. И все думали, что так зовут того пожарного. А это козел пожарный. Вот самое красивое здание, вот там вот, с колоннами, это гауптвахта, тюрьма. Представляете, как красиво строили тюрьмы. Вот там дом с колоннами, это гостиница лондонская на то время, самая красивая тоже гостиница. А это потрясающей красоты торговые ряды, которые сохранились в первозданности. В них и внутри, и снаружи все классно. Я давненько такой экскурс в историю не давал. Ты оценил, Илья? Да. Вот. А потому что у меня уже анемия, полная от мороза произошла, я могу еще долго рассказывать, например, про памятник Сусанину, который стоит и показывает на Волгу, на длинный такой молочный склон. Потому что он отсюда, местный. Там Ленин, там Креп... Останови меня, просто перестань снимать, а я буду еще долго говорить. Ой, боже мой, боже мой. Какие стаканы. Вы нас поднимекаете. Да, я так еще никогда не ходил в Тибуречную. Милые люди собрались. Нет, им надо 15 стаканов. Сколько? 5 водки. 5 бутылок водки. Ну, что все чебуречные, при детях-то? Сейчас, сейчас, сейчас. Спасибо. Давайте, девочки, ешьте чебуреки. Ешьте. Можете под вас есть, я все равно не буду. Я чуть не умер от них. У меня был приступ такой страшный, изжога. 17 таблеток. Так что можете и мою порцию. Вот такая плохая шутка. Как я мог так плохо пошутить при этих прекрасных чебуреках? Они аж покраснели. Они прекрасны. Я сейчас... Это Саша. Это Саша. Это нормально. Если они попадут. Прибивать надо. Прибили. Мы здесь каждый день фоткаемся. Только чуть-чуть тогда, а то меня не видно будет совсем. Подождите тогда. Девчонки, идите сюда. Вот это весь трудовой коллектив замечательный. Здесь не все у нас. Ну, те, кто сегодня здесь есть. А почем чебуреки-то мы не сказали? 60 рублей. Целых 60 рублей? Всего 60. А водка почем? 100 рублей, 100 грамм. 100 рублей, 100 грамм. 50 рублей, 50 грамм. Ребята, вот сколько мы снимали рюмочных в Питере, Вярославле? Во-первых, все недовольны и гонят нас. Не надо снимать. Видно, чего-то у них рыцов, пушков. Вы тоже начали гнать. А кончилось вот чем. Мы просто стесняемся. Да и мы стесняемся. В общем, приезжайте в Кострому. Я вам завидую, когда вы столкнетесь с этой красотой. А мы уже столкнулись. Здравствуйте, девушка. Как вам этот ресторан? Отлично. А искренне? Это было оно, это была искренность. Достаточно. Ну вот и все, что я хотел сказать. Потому что к моему мнению, вы уже привыкли. Илье, естественно, вы не доверяете. Сашка снимает. Подойдите в кадр, Илья. Значит, мне надо доверять. Ему надо доверять, но не получается. Давайте спросим у случайной девушки. Случайная девушка, здравствуйте. Как вам завтрак в этом ресторане? Очень хорошо, рекомендую. Никто искренне говорит вообще. Ну хорошо, мне остается вам всем верить. Я даже не буду перечислять эту красную рыбу. Яйца эти не буду перечислять. Их здесь семь. Ну, если уж завелись, вот тефтельки, котлетки, сыночки, блинчики, омлетики, кашка. Но самое главное, для чего я вас сюда пригласил. Давайте поддержим Сашку и его соплеменников, потому что они страшно комплексуют. Вот как вы все произносите город Пермь? Вы говорите «Пермь», а это неправильно. Можно как-то мне камеру перевести? Она не поворачивается. Вот у Сашки такая майка. Р мягкая. Скажи громче. Р мягкая. Р мягкая. Пермь. Пермь. Больше нам показывать нечего. Но вот сейчас бы была хорошая погода. Держи, мы бы показали красивый берег, Волгу. Это Волга, да, девочки? Да. Тогда покажем девочек. Раз нельзя Волгу, вот это девочки. Это категория «Делюкс». Он стоит 5500 за одного человека, 6000 за двоих – это не выходные. Так, ну, как водится, надо рассказывать про жилье, в котором мы обитаем. Вот номер Александра. Александр, это ты. Твой номер. Сразу вижу унитаз, все нормально. Круто. Здесь, помимо унитаза, есть даже чайник, как ты любишь. На самом деле, знаете, вот нам говорят иногда, вы рекламируете, вы и не скрываете, мы и не скрываем, что мы рекламим. Когда нам нравится то место, где мы живем, мы о нем рассказываем. И иногда рассказываем, где живем, и нам не нравится. Больше того скажу. Вот эта гостиница скучная. Здесь все настолько правильно и типично для любого европейского отеля, что даже толком не о чем рассказать. И это самый главный плюс и комплимент заведения. Потому что, увы, у нас еще с дизайном и с комфортом не все на высшем уровне. Когда вот так все, в кавычках, уныло, это прекрасно. Да, я главное не сказал, судя, мне напомнило вот эта красивая вильетка на подушке. GR, Golden Ring, золотое кольцо. Ну, Кострома, это может быть эпицентр золотого кольца. И так логично, что так и называется отель. Этот номер стоит 5-6 в зависимости от сезона, от праздников тысяч, что, по-моему, не очень дорого. Но здесь еще есть номерок, который стоит 12 тысяч. Ну, пошли посмотрим. Ну, иди, ты волнуешься, наверное, очень. Сашка всегда дико волнуется, когда заходит в роскошный... О-о-о, тут и я волнуюсь. Ничего себе! Это ничего себе! Ну, это какой кайф! Саш, даже я с удовольствием смотрю туалет, обычно это твоя прерогатива. Помимо душа, здесь еще ванная. И, как ты хотел, унитаз есть. Это телевизор? Ух ты, классный! Нет, серьезно. Серьезно, телевизор. Это телевизор? Да. Я не верю. Это телевизор? Нет, я сама спуталась. Вы не спутали, это телевизор! Это получилось. Охренеть! Да. Ты такое видел? Это, по-моему, Костромское производство телевизоров такое налажено. Охренеть! Ну-ка, выключаем. А он и так, он все равно работает, как зеркало. А нельзя его, чтобы он был только телевизором. Ну, это круто. Ютюб? Вы тогда как освободитесь? А есть съедобные, не съедобные. Вот я и пытаюсь найти. Вы освободитесь? Так, ну, я тащусь от этой ванной, от этого. Ты посмотри. Лешки. Ты видишь? Просыпаешься, думаешь, посмотрю-ка я в зеркало с утра. Нажимаешь кнопку. А тут... Вот такое вот. Круто, да? Я о чем-то хотел говорить, что-то рассказать, но я уже ничего не хочу говорить, рассказать. Я потрясен. Сейчас наши подписчики, а они в данный момент подписываются, говорят, да ладно, говна пирога, у нас все телевизоры зеркальные, мы давно это отстой. Мы с Сашкой потрясены, не знаю, как вы. Можно проснуться и смотреть на Волгу, но так как мы сейчас находимся в эпицентре снегопадов, то там ничего не видно, то смотришь вот эту вот тайную вечерю. Ой, красота. Подписывайтесь, лайкайте. Выключаю. Все вместе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом наша развлекательная программа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok